Сегодня мы проводили по вчерашнему нашему поручению наши специалисты. Я лично участвовал во встречах с руководством Хабаровского нефтепродукта и с руководством Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Ситуация на вечер такова, что создан уже даже запас по 92-му бензину. Этот запас пока не на всех заправках успели завести, потому что ажиотажный спрос продолжается. Сделали анализ по вчерашнему дню. То, что я вчера давал информацию в СМИ, из плановых продаж топлива 92-го и 95-го вместе, по плану реализуется у нас обычно от 500 до 540 тонн. За вчерашние сутки в общей сложности, там где возможно было 95-й взять и где 92-й брали, взяли более 740 тонн. То есть, по сути дела, почти на 50-45% возрос спрос на топливо. Естественно, что даже при том, что и вчера, и сегодня эшелоны подошли с цистернами, с топливом. Там топливо слито на нефтебазы, оттуда заправляются бензовозы, а их всего 27 бензовозов у Хабаровского нефтепродукта, емкостью от 22 до 30 тонн каждый. Плюс еще привлекает до 10 бензовозов в сторонней организации. То есть, по сути дела, работает более 30 бензовозов и не успевает просто завести топливо в связи с этим ажиотажным спросом. При плановом расходе по 92-му бензину, к вечеру сегодня все заправки должны были быть обеспечены топливом. Сейчас, буквально полчаса назад, сейчас в Комсомольском беседовал, туда еще бензовозы не дошли, 3 бензовоза отправлены туда. Поэтому пока продается только по карточкам топлива, то все весь спецтранспорт, скорые помощи, пожарные, правоохранительные органы, все заправляются 92-м, 95-м бензином. 92-й бензин, хотелось бы проинформировать население, количество 92-го бензина на складах достаточно как минимум на двое суток на сегодняшний день, в случае того, что он подходит. Просто сейчас выборочно на какое-то время возможен недостаток. Вот наши, когда специалисты проезжали, где-то топлива нет, пока не ездили, через 20 часов топлива появилось на заправке. Где-то топливо есть, значит, сейчас я начинаю созваниваться, к вечеру закончилось. То есть в связи с тем, что идет повышенный спрос, получается, что не удалось полностью закрыть тему по 92-м бензину. Поэтому я надеюсь, что все-таки, с учетом того, что и мы информацию даем, что с учетом того, чтобы люди немножко успокоились, и если в плановый режим потребления завтра войдем, то я думаю, что к концу завтрашнего дня ни одна заправка не должна остаться без 92-го бензина. Есть вопросы пока еще по 95-му бензину, значит, остатки топлива и то, что небольшими партиями подошло, значит, недостаточно того, чтобы полностью пустить его в розженую сеть, пока закрывается только спецтранспорт и все жизнеобеспечения организации по договорам. Здесь, сегодня выясняя ситуацию, значит, проблема основная была в том, что и на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже недостаточно пускается в реализацию бензина 95-го. Кроме того, хочу проинформировать, что завод сегодня при встрече с руководителем завода Хабаровского, Хабаровского, не суперрабатывающего, очередной раз подтвердил планово выполняемые работы, даже с небольшим опережением, и если по плану они должны были завершить работы 30-го и только 31-го, начинать его вводить в режим, ну и с первого давать объемы реализации и 95-го, и 92-го бензина, то сейчас есть надежда, и словесное подтверждение такое руководство завода мы получили сегодня, что постараются завершить работы завтра, к концу дня, ну в крайнем случае утром, в субботу. В субботу максимум до обеда должны запустить его завод уже под нагрузку и набирать мощности, и проверять качество вырабатываемого бензина, и крайний срок с воскресенья бензин 95-й должен завозиться уже по заправкам, в полном объеме, в том числе и для населения.